Дорогу надо давать молодым. В Центральной районной больнице Лобинска уже несколько лет следуют этому принципу. Поэтому и выпускники медуниверситетов охотно идут работать сюда. Ирину Чумакову интерном уже не назовешь. Все-таки пять лет стажа. Закончила в начале училища, а затем медакадемию по краевой программе врачебные кадры для сельского здравоохранения. Училась бесплатно. За это молодой специалист должна отработать в медучреждении семь лет. Обязательства перед государством врач-рентгенолог вроде бы уже практически выполнила. Но уходить из больницы теперь и мыслей даже нет. Никуда уходить не хочу, потому что больница у нас очень хорошая, она у нас очень прогрессивная. У нас открыты центры, сосудистые центры, травматологические центры. У нас новое оборудование хорошее. То есть не каждая районная больница, конечно, может таким похвастаться. Кадровый дефицит, как правило, остро ощущается в районных клиниках. Больше половины врачей сейчас трудятся в возрасте старше 50 лет. Поэтому молодежь всегда ждут во всех больницах и поликлиниках. И охотнее выпускники идут туда, где уже работают их родители. В Лобинской ЦРБ сразу несколько семейных династий. У Ирины Чумаковой отец травматолог, а у молодого врача-офтальмолога Ольги Головиновой папа высококлассный хирург. И все-таки выбрать благородную профессию девушку подтолкнули отнюдь не родители. Просто всегда было желание помогать людям. Родители говорили, что это очень сложно. Смотри, серьезная профессия, большая ответственность. Но все равно в итоге я сама решила уже все. Нет, я хочу быть медиком. И пошла. Работа не из легких. За смену молодой доктор принимает полсотни пациентов. А тут уж точно не только познания в медицине важны. Надо быть и хорошим психологом. У окулиста Головиновой получается. Некоторые пациенты специально идут на прием именно к ней. Наблюдаюсь я не так давно у доктора. Доктор у нас очень внимательный, добрый. Очень хорошо советует, какой препарат подобрать, какой срок, как лучше. Ольга Головинова, как и сотни других интернов, решившие работать в районах, поступала в Кубанский медицинский университет на льготных условиях. Региональную программу «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» инициировал еще пять лет назад губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Все это время она успешно работает. Больше двухсот человек уже пополнили ряды специалистов в больницах, поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах Кубани. В этом году еще 75 молодых врачей получили дипломы земского доктора. Медицина – это особый труд. Это шесть лет очень большой самоотдачи. Мы прекрасно понимаем, что ошибиться можно во многих профессиях. Ошибся, исправил, изменил что-то. Цена ошибки в вашей профессии, она очень велика, она очень опасна. И, конечно, нужны знания. Мы, конечно, ждем от вас, прежде всего, качественной работы. Мы хотим, чтобы вы шли в ногу со временем, чтобы вы повышали свою квалификацию, чтобы вы стремились всегда быть первыми, лучшими, потому что в вашей профессии – это еще одна трудность, нельзя по-другому. Успехи здравоохранения во многом зависят от качества подготовки молодых кадров. Именно поэтому и районы активно участвуют в краевой программе, предлагая лучших своих выпускников для обучения в Кубанском медуниверситете и интернатуре. Стараемся отбирать детей, которые не просто учатся хорошо, которые душой болеют за людей, которые духовно богаты, у которых в глазах появляются слезы, когда говорят они о людях. Вот из этих деток, я думаю, должно в жизни что-то получиться. У нас очень большие надежды на них. Льготы при поступлении, бесплатное обучение – это лишь малая часть того, что получает выпускник по краевой программе – врачебные кадры для сельского здравоохранения. Те, кто захочет трудиться за городом, в станицах или хуторах, может претендовать на солидные подъемные – 1 миллион рублей – и предоставление жилья. И желающие среди дипломированных специалистов работать на селе уже есть. Тем более, что на Кубани многие сельские больницы по оснащению оборудованием и препаратами уже давно не уступают районным клиникам.